Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное, вам здравствуйте. Поговорим о Сэмвеле Адамяне, маму и, конечно, Пупсе. Но начнем с того, что Сэмвел выругал в очередной раз маму и сказал, никакой зины херины, сама подрывайся и ходи в магазин, на базар, гуляй. И мама тут же возмутилась, раз переживалась, как же она туда пойдет, везде же корона. Сэмвел настоятельно ей категорично запретил ходить в АТБ. То есть, получается, по логике мамы, зина – это расходный материал, да, вот такой расходник, который абсолютно не жалко. Зачем самой барыне трудиться, шевелиться и куда-то идти, если есть зина, которая пулечкой сгоняет. Ребята, я не представляю, какая у зины зависимость, и не дай бог попасть кому-то в зависимость к ТВ за вот эти копейки бегать и шустрить перед ней. За вот эти обедки, да, с царского стола, которые отдать могут, там, кашку, которую ТВ не доело, хлебушек, который непригоден, и сам Вэл запретил, сушку какую-то, ну, в общем, да, вот за какой-то кусок хлеба бегать и обслуживать именно ТВ. С учетом того, что зина живет напротив, сама взбирается точно так же без лифта туда, куда ей надо, бегает к ТВ на пятый этаж, еще и торбы тянет. Вот знаете, как ТВ любит туда Зину послать, сюда Зину послать, а сама сидит в кресле и наблюдает за Ютубом. И вот удивительно, да, как-то мерзко это даже звучало, во-первых, со стороны Самвела Зина херина. Почему? Потому что женщина постарше его мамы будет, и все-таки надо иметь какое-то уважение к человеку, который, когда тебя нет, обслуживает твою маму и шустрит перед ней. А второе, да, как ТВ, типа, ну, Зину можно в АТБ, а себя, конечно, необходимо поберечь. На что Самвел, конечно, сказал, что пусть одевает масочку и тяпает сама ВТБ. Вы знаете, ребята, вот такой неприятный осадочек от них. Почему? Потому что для них положняк, что кто-то им уже прислуживает. Кто-то чем-то обязан и вот за какие-то копейки бегает, да, перед ними выслуживается. Я не знаю по факту, сколько он ей платит, либо отделывается, да, там, продуктовым набором, объедками мамы, но смотреть со стороны очень печально. Я понимаю, женщину, возможно, у нее никого нет, маленькая пенсия, да, коммуналка высокая, и ей приходится вот через себя, да, идти и прислуживать маме. Но ситуация очень не гуд. Вот со стороны как-то вот мерзко-мерзко и противно становится. Ну и далее, конечно, Самвел рассказал, хватит ныть, меня раздражают твои вот эти стоны, хватит умирать. Вы знаете, что самое интересное, сам ей подыгрывал, а теперь вот все, новый сценарий, новая игра начинается, уже ныть нельзя. Он уже возмущается, удивляется, и зрители на него нападают. А почему нападают? Потому что, ребят, ну по совести, да, если у Зина хватает здоровья бегать туда-сюда, будучи постарше ТВ, то и ТВ может самостоятельно, совсем благополучно справиться. Кстати, честно говоря, не понимаю Самвелу, ему самому, ну вот как-то не стыдно, не противно от этого. Ты все равно шаришься к маме каждый божий день за контентом. Так заедь в магазин, купи ей по списку все, что необходимо. Ребята, ну ни один достойный уважающий себя мужик, даже не то, что мужик, человек, не допустит того, чтобы его мама обслуживала женщина старше ее. Ну как-то вот со стороны, честно, вообще дно, дно и днище. Ну и далее, конечно, у ТВ начались интересы, такие вот допрос с пристрастием, что и сколько чего купил себе Самвел в Киеве. Наверное, мама хочет прикинуть, сколько им бы, ими, ими было потрачено на пупса, и правильно ли ТВ прикинула, да, дебет с кребетом, говорю осознанно с ошибкой. Почему? Потому что она видела, сколько сумок, и начинает кубатуре, да, сколько места занимает, две куртки, штанишки, кофточка, носочки, две пары обуви. Правильно ТВ считаете, проводите вот эту, да, четкую аналогию, сколько же вами было потрачено на содержание пупса и поездочку вот эту в Киев. В шоке будете. Ну и далее Самвел отметил, как ему тошно от комментариев. И маме говорит, не рассказывай мне за них, потому что зрители обвиняют, видите ли его в том, что он провоцирует маму. Ребята, обвинения действительно правдивы. Почему? Потому что что делает Самвел, как не каждый раз провоцирует маму вот этими комментами, когда вот зажигание не проводит, искру вот эту не подает для того, чтобы она начала свой негатив гнать на аудиторию. А здесь типа опять вот, понимаете, прикидывается, падает на дурачка, типа я не я, и хата не моя. Ну и далее, конечно, уже ТВ обозначила, что хочет инсулин. Да, она прикинула, что прочитала где-то или кто-то ей написал, что при инсулине колешь его и ешь все, что хочешь. И вот здесь ТВ, да, мы все уже обратили внимание, раб желудка, она очень любит поесть. Для нее это пунктик. И понятно, давиться постоянно одним и тем же, а готовить она явно не любит, а разнообразить пищу не может, и давиться одним и тем же. Ей уже надоело. Поэтому она готова спокойненько перейти на инсулин, лишь бы можно было лопать все подряд, что можно и нельзя. И таким образом сахар будет стабилен. Для нее это, конечно, очень важно. И по ней это видно. Ну и далее приперся Пупс и начался вот такой, знаете, жестячок. Когда они начали вот эти разговоры о матках, гинекологии, кровотечениях. Ребята, ну настолько мерзко. Во-первых, да, ну еще как-то Пупса можно понять, он там свою лекцию перечитывает. Но Самвелла и его тягу к вот этим всем нюансам в этом ковырянии для меня вообще, например, остается непонятным. Какой-то больной на голову извращенец. Но покажите мне мужика, кто будет интересоваться, не являясь медиком, не имея никакого отношения к медицине, вот в гинекологии, женских болезнях, болячках. Он прям это смакует. Вот для него молочница, герпес на половых губах, кровотечения, как женщина писает, да, вот это все, ребята, звучит как-то омерзительно. Когда мужик это вот присмаковывает, интересуется, узнает, рассматривает картинки, возникает вопрос, все ли у него в порядке с башкой. Еще, конечно, и подстегивает к этой теме ТВ. Очень ему интересно. У меня возникает вопрос, почему подобных лекций нет на Игрене? Почему, например, Хлоя не поедет туда вместе с Амбулитой и не поговорит по теме гинекологии с мамой, с Ольгой Леонтьевной, с Андрюшей? Но почему нет? Не устроит, скажем так, краткий обзор и анализ того, что узнал уже Коля. Почему именно с ТВ можно вот эти темы поднимать и как-то вот, знаете, со стороны сына выглядит омерзительно, со стороны мужика вдвойне омерзительно, потому что вот такого смакования я еще никогда не наблюдала. И когда вот мужик начинает в это углубляться, ему интересно, как это режет промежность, как она разрывается. Ну вот возникает вопрос, а все ли у него с башкой в порядке? Вот как Пупс когда-то, да, сказал буквально, наверное, почти уже год назад такой момент, что женщины дурно пахнут. Вот был такой ролик, и вот сейчас с Амбул то же самое. Им важно, да, найти какие-то изъяны в женском организме, в самой женщине, чтобы объяснить свое к ним отношение и какое-то отвращение. Но они не понимают, что это не женщина виновата, а их больные башки. Ну вот на самом деле. И, конечно же, самое важное, что спросил Амбул, какая у Пупсика отметка по гинекологии? Пятерочка и все. Он прям очень рад за Пупса, и Пупс это с такой гордостью произносит, а вообще мерзительно. Ребята, когда мужики сидят и обсуждают женский организм, у меня возник вопрос, когда будет лекция по урологии? Когда мы узнаем за мужские болячки, за все, что касается вот мужского организма? Хотя я не думаю, что женщины это будут с каким-то удовольствием и смаком слушать. А вот это, да, действительно, два больные на голову человека. Ну и мама, конечно, тоже. И смотришь на это все и понимаешь, что никогда он не оставит мать в покое, потому что это ходячий контент. И вот эти понты, которые он очередные колотит, типа поберечь ее от комментов, поберечь ее от Ютуба, гулять на воздухе. Ребята, все это понты для приезжих. Достаточно было просто убрать у мамы Ютуб, как он неоднократно обещал сделать, убрать маму с Ютуба, что он тоже грозился сделать. И все, реально она бы жила в мире и спокойствии. Включай какие-то сериалы, покупай ей какие-то книжки, и она будет жить той старостью, которая должна быть у каждого. А здесь больного человека, тем более, да, уже с колоссально расшатанной нервной системой, нездоровой нервной системой, просто постоянно транслируют и снимают в угоду зрителям. Не для того, чтобы порадовать кого-то, не для того, чтобы у каждого вызвать свои эмоции, независимо от того, какие они, и, конечно, на этом заработать. Потому что без мамы контент однозначно проседает, просмотры падают. Поэтому и необходимо вот так вот постоянно над ней издеваться, с ней обсуждать какие-то вот эти интимные личные подробности, выставлять ее фриком, что угодно делать, для того, чтобы это нормально продавалось и с этого зарабатывать. Пупсу нужна квартира. Ну, а кто его еще поддержит, как не севка? Ну, вот такой вот, ребята, у меня сегодня был обзор. Продолжение, конечно же, следует. Ну, а пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!